Доброе утро страна! 12 день нашего путешествия, похода на заднем плане это Эльбрус в его величии и красоте. Наша палатка все во льду, трава мерзла, сейчас минус я думаю 7, даже минус 10, потому что был дождь ночью и все это замерзло. Видите, трава хрустит под ногами. Палатка в таком же состоянии замерзшая. Видите, лед сверху, все замерзло. На заднем плане видите, потекает река Малка. Малкинское ущелье. Вот сама Малка, величественная река и бурная. Нам надо сегодня штурмовать вот этот холм. Обойти, спуститься, подняться, еще раз подняться, потом еще раз подняться, потом спуститься, потом пройти. Это займет фактически целый день. Там уже Джовоусу, там вагончики и бытовки есть, то есть можно согреться. Мы прошли сложный участок, за этим холмом, там Малка, там такие дебри непроходимые, скалы. Постоянно были облазы, бутылочная голышка так называемая. Там две скалы, которые вообще не обойти никак. И мы как-то каким-то чудом выползли по ручью. Вот по этой стороне мы шли, перейдя с той стороны на эту. Здесь селевые потоки, я по ним как сайгак ползал. Местами Ренат просто ходил по воде, сейчас вам приближу, покажу. Вот селевые обрушения, вот видите, куча булужников, песка. Очень сцепучая смесь, тяжело проходится. Внизу протекает ручей. Вот ущелье, вот именно по этому ручью мы выползли. Здесь, видимо, чабаны обитают. То, что у палатки навоз коровы, я сейчас тоже это вам покажу. Ну вот и обещанные какашки, которые оставила корова. Видите? Можно было костер топить своими. Они хорошо горят. Вполне пригодно для приготовления пищи. Везде, в принципе, на юге готовят именно так. Накизили. Вот, оцените, это место непролазное. Вот это бутылочная голышка. Я сейчас поближе подойду и покажу. Красиво, да? Скалы. И вот поедут до мной. Надо аккуратно здесь. Слушайте, всё скользко. Очень скользко. Можжевельник растёт. Близко не буду подходить. Вот здесь бутылочная горлышко находится. Здесь мало. Протекают. Скалы, как видите, непролазные. Плохо через берёзы видно. То есть, даже крутой альпинист здесь, я не знаю. В крутом снаряжении, может быть, пройдёт. Но мы не смогли, поэтому обошли стороной. Сейчас попробую приблизить вам. Но скользь берёзы вам не показать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ренат выглянул из палатки. Одевается. Представляете, на каком расстоянии от палатки нахожусь. Сейчас вам продемонстрирую. Очень далеко. У меня такая вот красота. Горы, солнце, скалы, лёд, лес, вода, бурная река. Всё, что хочешь, всё здесь есть. Тебя проверяют на прочность и крепость. На силу воли, выносливость. Всё это здесь. Познаешь себя от и до. Походя этот маршрут на лезвие ножа иногда. Просто на лезвие ножа. Чувствуешь уже вот-вот она грань между. Но мы прошли самый тяжёлый участок. Очень тяжёлый. Сейчас нам предстоит пройти просто к подножию Эльбуса. Насладиться его величием и красотой. Величественного ущелья, которое мы прошли. Несмотря ни на что. Как бы не было тяжело, мы это сделали. Тяжело вспоминать. Такие облазы сложные. Очень сложные. Я не знаю, классно на четвёртый. По сложности был. Мы это сделали с Ренатом. Сейчас надо собираться. Весь шмурдяк. Собирать рюкзаки. И чесать. А чесать мы будем, повторюсь, вот туда, в сторону Эльбуса. Ещё, ещё немножко. Километров пять пройти осталось. Вот до этого величия. Аж слёзы накатывают. То ли от счастья, то ли от радости, то ли от того, что пришлось перенести. Я в жизни человек такой, как говорится, суровый. Хотя, как Ренат говорит, внутри я мягкий и добрый. Но вот эта моя суровость, жёсткость, она и дала вот эту, как говорится, силу воли пройти, несмотря ни на что. Было тяжело. Ледяная палатка. Орёл летит. Видите? Вот он красавчик. Орёл. Молодой. Скормленный. Скормленный в неволе. В клетке сырой. В темнице. И уж забыл. Слова, честно говоря. Собираемся потихоньку. А у меня в руках самое эффективное средство, когда у вас на руках бабухи. Видите? Это я потерял перчаточки свои, оставил в дар реке Малки. И вот видите, ссадины. Сейчас буду лечить. Таким способом. Ну всё, собрались. Сейчас пойдём потихонечку, полегонечку. Спасибо этому месту, пошли мы дальше. Я потихонечку пойду. Ренат догонит. Я уже начал замерзать, честно говоря. Как-то я... Ну у меня термобельё одето, двойное. И ветрокуртка. Ветровлагозащита. И всё. Вот и Малочка. Кстати, сейчас высота. Две тысячи метров над уровнем моря. Я сейчас вот туда потопаю. Ренат догоняет. Высота. Мощь. Ренат там стоит, фотографирует. Ну потихонечку. Ренат подтягивается. Прошли уже полтора километра. И большой перевальчик. Подошли к месту, так называемым, кошара. Где обычно в стобище стоят крупные рогатые скоты и мелкие. Мы находимся над Малкой. Малка здесь чистая, прозрачная, как слеза вода. И мелкая. Её можно везде перейти. Вперёд, в сторону пред Эльбруссия. Пред Эльбруссия. Язык заплетается. Дамы и господа. Немножко осталось до подножия Эльбруссия. Прошли уже два километра. Немножко отдохнули. Сейчас снова в путь. Такой грязный ручеёк нашли, который впадает в реку Малка. Солнце вышло. Сейчас приятно греет своими лучами. И сейчас пойдём вот так обогнём ущелье. И пойдём чуть выше туда выбираться. Дамы и господа. Наконец мы дошли до цивилизации. Эта асфатирная дорога идёт с серпантином, если вам видно. Она поднимается вот на верх горы. Вот там стоят бытовки. Я вам скажу, что они и там есть, но вы не увидите. Очень далеко. С правой руки у нас находится Эльбрусс. Сейчас подойдём поближе к реке Малке. А это вот такой своеобразный ручей. Я вам покажу кошару, как выглядят кошары. Ренат, помаши ручкой. Приветствуем вас, дорогие подписчики. Мы сделали это. Мы прошли ущелье Малки за 12 дней. Вот так выглядит кошара. Стабилизации, к сожалению, у телефона нет. У меня не айфон, а Nokia. Вот там внизу протекает Малка. Вот мост через Малку современный. Вывеска вот там с надписью Малка. И сейчас мы пойдём в сторону водопада. Попьём нарзанчика. Так что погнали! Мы сделали это! 12 дней похода! Вдалеке мост через Малку. Малка, ущелье. Мы сейчас идём в сторону красивейших водопадов. По вот такой натоптанной дорожке. Приятно по ней ходить. Вот Ренат включил опять фоксаж. Идёт впереди. Дамы и господа, подходим к величайшему водопаду Кавказа. Вот он! Слияние двух рек. А нам надо вот так подняться. Перейти через мостик. И вот там вверху видите резиденция президента отель. Вот он, величественный водопад. Сейчас спустимся вниз. Где вот там люди бегают. И запишем его. Слияние двух рек. Амалки. И реки Каракаясу. А водопад называется Эмиль. Дамы и господа. К вашему просмотру водопад. Ренат, видите, стоит справа. Маленький такой. По сравнению с водопадом и скалой. Красиво. Снег ещё лежит. Водопад в одеянии ещё снежный. А слева от нас река Малка. И этот водопад падает именно в реку Малка. Дамы и господа, ещё один водопад. Небольшой. В этом ущелье потекает река Малка. Я туда не пойду. Потому что уже подустал. И сейчас мы будем выгребать вот сюда. И там смотреть, где поставить палаточный лагерь. Ренат сейчас на эмоциях, на чувствах. Там, где я снимал водопад. Под скалой стоял Ренат. И я вовремя услышал щелчок, треск. И в сторону Рената полетели камни. В десяти метрах они начали падать. Я ему кричу, он бежит, спотыкаясь. Вот сейчас он уже пять минут своим подписчикам рассказывает эту историю. А сейчас я вам покажу Нарзан. Нарзан, который лечит печень. Так и написано, видите, печень. Я уже сейчас две кружечки Нарзанчика выпил. Как это хорошо. Как говорится, по печени дало. Наши рюкзаки и ущелье Малки. Вот за этой скалой, вот за этой скалой будет водопад. Эй, миль. Дамы и господа, только что выгребли из ущелья. У нас в трехсот метрах за нами дорога. Вот Ренат отдыхает. И я немножко отдыхаю. Сейчас чуть-чуть пройдем и будет наш привал, где будем отдыхать. Попили Нарзанчика, который помогает от печени. Я перестарался с Нарзанчиком, еле вкорячился в гору. Видите, асфальт, да? А вот впереди, смотрите, какой камушек упал только что. А вот там, вдалеке домик, резиденция президента. Мы сейчас идем, наслаждаемся красотами. Дамы и господа, сейчас перейдем по мосточку Малку и выгребим отсюда. На поляну поставим палатку и будем там обосновываться. Палаточку сейчас сушим. Мешки, одежду, все, что видите, это все сохнет. Вчера мы попали под дождь, потом ночью у нас был морозец, так минус десять. И все это у нас, вот эта палатка была вообще просто как пули непробиваемая. Да, она была вся во льду, я ее еле-еле скрутил. Да, он ее палкой там лупил, 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 чтобы отбить лед. Вот так сохнем. Я пошел за водой, сейчас километра два туда, два обратно и все нормально. Ветерочка воды наберу. Я стою над ущельем, вот там вдалеке протекает река Малка, откуда мы и поднялись. Один из водопадов, видите, там эта Малка протекает в ущелье. Вот там столовая, она сейчас не работает. И вот именно туда надо за водой сходить, на Малку. А также подняться обратно. Зарядочка. Приколись. группы туристов ходят на водопад там водопад там вот и дошел до водички сейчас водичку наберу тащу ведро воды наверх иду без остановки осталось метров 400 дамы и господа готовлю кушать на газовой конфорке сегодня у нас макароны с тушенкой по-флотски вот тушеночка та самая тушеночка которая присутствовала в предыдущих 12 сериях здесь дров уже не найдешь здесь одни скалы и трава и нашел укромное местечко между скалами чтобы ветер не задувал огонь будем ждать когда закипит вода сижу отдыхаю ну сами понимаете везде где бы побывал человек везде мусор вот здесь какой-то тент лежит там бутылки чуть-чуть прибрался немножко вот жду когда закипит вода под макароны солнце просто печет вот просто майское солнце хотя сейчас 30 апреля как сготовлен макароншки и полежу понежусь на солнышке давно так хотелось полежать где-то в горах на солнышке понежится все время пока мы шли 12 дней погода была не айс вот сейчас распогодилось очень долго закипает я сижу уже минут 20 жду когда закипит везде разложены вещи сушатся палатка готова спальник мой который был сегодня сырой уже высох там тоже сохнут вещи настолько всего вытащил из своего рюкзака все сохнет в этом я пойду на эльбрус это водолазный костюм для подводных изысканий это для сухих костюмов специально шито такое белье очень теплое я в хибинах на лыжах катался кому интересно есть ролики хибины лыжи большой водиярд называется и на пошел на нарзаны воды набрать я за главного кашеварю скалы вокруг нас снежок не только на скалах снежок но и смотрите пожалуйста вот здесь вот тоже видите пятно белое это снежок и чудесное солнышко которое нам не хватало все эти 12 дней вне 11 кайф ботинки я хожу босиком хорошо так ну когда же там закипит да ё-моё сколько можно ждать то дамы господа смотрите все обложила тучами нам опять достанется я думаю дождика с этой стороны у нас со стенель бруса туман здесь пока еще небо голубое и мы перебираемся срочно в палатку и на там переодевается носки одевает сейчас нас посетил фотокорреспондент республики бурятия мы пообщались он много где ездит снимает фоткает фото видео отчеты делает обменялись координатами он даже сделал на память мне фотографию так что мы ныряем в палатку так что двенадцатый день путешествие заканчивается как видите я стою пока в термобелье пока еще не совсем холодно всем здоровья благополучия завтра у нас в планах подняться чуть выше на немецкий аэродром там поставить палатку городок сделать и обосноваться и готовится как акклиматизации всем удачи и здоровья с вами был Алексей и Ренат и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»